Не 25, а 28. Уже с ноября проезд в общественном транспорте Барнаула подорожает. Разница в 3 рубля, но перевозчики считают, что она должна быть больше – 12. Повышение тарифа должно привести к росту зарплат водителей и кондукторов, которых не хватает. Ведь укомплектованность штата перевозчиков – 40%. Зарплату водителям и кондукторам тоже уже в течение нескольких лет не поднимают. Повлиял и страх из-за коронавируса – работать некому, транспорт задерживается. Это остановка Балтийская. Здесь проходит сразу несколько маршрутов, однако, по словам жителей микрорайона, уехать отсюда трудно. Автобусы и маршрутки ходят редко, поэтому людям приходится идти до улицы Попова пешком, чтобы сесть хоть в какой-нибудь транспорт. В сторону Попова транспорт никакой не ходит практически. 60-й в одну сторону. 60-й ходит, конечно, часто, но автобусы маленькие, иногда в него и не сядешь. И самое главное – 37-й. Вообще непонятно, как ходит. Бывает, что он не то что час, два часа стоишь, ждешь. Еще одна проблема – отсутствие выбора транспорта на некоторых маршрутах. Например, уехать из Борзовой заимки можно лишь на автобусе номер два. Хочешь, не хочешь, и приходится ждать этот автобус. А ходит он не просто плохо, не знаю, там, чрезвычайно плохо, адски плохо. Потому что буквально вчера я, например, ждала, там, 40 минут не было автобуса. Пришел, но он даже не остановился, потому что он настолько битком набит, что там даже двери, в принципе, не открываются. Как выход – создать новые маршруты или скорректировать старые. Но сделать это самостоятельно нельзя. Маршруты зафиксированы на федеральном уровне. Чтобы начать что-то менять, власти пригласили в Барнаул специалистов из Санкт-Петербурга. Сейчас у нас в городе Барнауле проходит разработка комплексной схемы транспортного обслуживания. Научной организацией проводится данная работа. Как раз анализируются пассажиропотоки, наполняемость на остановочных пунктах. Они установили на всех маршрутах города Барнаула, они установили датчики, значит, подсчета пассажиров. Потом, значит, установили навигаторы свои. Они считывают, значит, протяженность маршрута, его скорость. Ну, то есть, все учитывают. Еще один вариант – перейти на систему брутто-контрактов. Не будет денежных средств, значит, наличных. Будут только карты продаваться, как в Москве. Карта, все, и уходит единому оператору. Единый оператор будет платить перевозчикам уже за обслуживание. Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. А значит, исчезнет зависимость от падающего пассажира потока, на что постоянно жалуются перевозчики. А расписание будет четко выполняться. Ориентировочная работа по брутто-контрактам может начаться в конце 2022 года. А пока барнаульцы могут высказать свои пожелания по изменению маршрутов на официальном сайте города. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.